Президент России Владимир Путин Чем так сильно отличается положение евреев в Европе и, например, русских в Прибалтике? Не говоря уже о русских в Донбассе Своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился руководитель Центра координации «Новая Русь» Алексей Анпилогов Основная проблема сейчас в Европе в том, что наряду с декларируемой мультикультурностью, толерантностью Европа становится все более и более неприятным местом для жизни Можно здесь привести пример и новогодних событий в Тельне, и вообще всю эпопею с беженцами И, как следствие, обычной мишенью такого рода преследований всегда становится евреев И поэтому, конечно, они чувствуют себя, с одной стороны, незащищенным среди полной этих беженц С другой стороны, крайне правое политическое движение, оно никогда не умирало полностью в Европе Поэтому многие евреи Европы заговорили о смене места проживания И Россия готова их принять Поедут далеко не все, а лишь те, кто не интегрирован в европейское и ближневосточное сообщества У кого сильны корни в России, уверен эксперт Но на этом фоне вопрос русских, оставшихся на территориях бывшего СССР, встает особо остро Ведь их официально назад не приглашают Вся история великой России, она была как раз в том, что Россия собирала земли, собирала людей под свои общие знамена, под общие идеи Сейчас этой идеи, к сожалению, в российском политическом, в российском общественном поле нет Сейчас Российская Федерация этот вопрос категорически выносит за скобки политического процесса Но в итоге это приводит как раз к тем уродливым вариантам, что русские по факту в этом случае делятся на какие-то сорта То есть есть жители и граждане Российской Федерации, есть крымчане, которые были удостоены чести стать новыми гражданами Российской Федерации Есть оставшиеся русские в Балтике, на Украине, в Казахстане, в других странах, которые образовались по факту совсем недавно И несут очень большую историческую связь с Российской Федерацией, но которые практически лишены каких-либо прав Полиция Российской Федерации по отношению к Донбассу на фоне Крыма, на фоне вообще событий на Украине Является непосредовательной, непродуктивной, трусливой и, к сожалению, проигрышной Алексей Анпелогов считает, что причина тому не осторожничество в период санкций и кризиса А та политика, построенная вокруг идеи капиталистического обогащения В которой население рассматривается как лишние ресурсы при сегодняшней модели экономики Сырьевая модель опасна для суверенитета России, а для получения самостоятельности и независимости государства Правильнее будет собственная производящая экономика, уверен эксперт Собственно, производящая экономика, которую сейчас в первую очередь строит, допустим, Тай Вы слышите о том, что Китай делает какие-то заявления или успел присоединить в себе уже Тайвань к военным образом? Нет, в этом нет дела Поэтому я категорически приветствую, конечно, совет Крыма Но я должен сказать, что кроме Крыма нужно заниматься вообще, в первую очередь, самой Российской Федерацией А потом будет и Украина, и Казахстан, и русские Прибалтики И вообще увеличие, которое всегда двигало страну вперед В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение» Продолжение следует...